Как бюджетно добраться до Хельсинки? Я думаю, что для жителей Санкт-Петербурга это не настолько интересная новая информация, так как Финляндия находится очень близко, и в принципе многие знают об этом. Но для жителей других городов это может быть интересно. Есть поезда, которые ходят из Москвы, из Петербурга, в Финляндию. Есть скоростной поезд Аллегра, который идет из Петербурга в Хельсинки обратно, достаточно быстрый. Все эти варианты довольно дорогие. Да, есть скидки, можно читать на сайтах, смотреть при определенных условиях. Заранее бывают недорогие билеты или на какое-то время, на какой-то поезд они подешевле. Но тем не менее, это не очень дешево. Если вы хотите менее комфортно, но более бюджетно добраться до Хельсинки и Санкт-Петербурга, есть вариант поездки на микроавтобусе. Эти микроавтобусы, как правило, отправляются с площади Московского вокзала в Санкт-Петербурге, площади Восстания. Можно нагуглить, найти сайт этих компаний. Я думаю, что их на данный момент, наверное, 3-5 компаний, которые осуществляют эти перевозки. Стоимость невысокая, это порядка 1000 рублей в один конец. Багаж обычно ограниченный, хотя там есть некоторые маршрутки, можно узнать об этом по телефону, которые предполагают багажник, какое-то меньшее количество мест. Но тем не менее, это все-таки микроавтобус. За определенное время, там еще, конечно, играет роль скорость прохождения границы, которая не очень... прохождение границы не очень долгое. Ну, что-то порядка 5 часов в пути, может быть 6, может быть даже быстрее. Вы можете добраться бюджетно из Санкт-Петербурга в Хельсинки. И таким же образом из центра Хельсинки, где на площади, точнее на парковке рядом с центральной автостанцией Хельсинки останавливаются, стоят эти маршрутки, таким же образом доехать обратно. Желательно позвонить по телефону или оставить заявки на сайте и забронировать эту поездку, подтвердить ее. То есть, здесь, в принципе, достаточно удобная ситуация. То есть, это вот такой бюджетный способ, как добраться до Хельсинки и Санкт-Петербурга. Продолжение следует...